В истории Средневековья крестовые походы занимают особое место. Они были организованы с целью освобождения Святой Земли от мусульманского владычества и укрепления христианского влияния в Восточной Европе. Однако, помимо известных крестовых походов, таких как Первый и Второй крестовые походы, существовали и менее известные, но не менее значимые события. Одним из таких событий был крестовый поход против Славяи, он же Венский крестовый поход, организованный в XII веке. Кто и зачем его организовал? Венды, славянский народ, населявший территорию современной Германии и Польши, были ярыми язычниками. Они отказывались принять христианство и продолжали поклоняться своим языческим богам. Это вызвало беспокойство среди католической церкви, которая стремилась распространить свою веру на все народы. Кроме того, Венды были известны своей воинственностью и частыми набегами на соседние земли, что создавало угрозу для окружающих христианских государств. Исследования ученых позволяют нам узнать о том, что Венский крестовый поход был организован католической церковью и европейскими правителями с целью принудить Вендов принять христианство и укрепить христианское влияние в регионе. Одним из главных организаторов похода был баварский герцог Генрих Лев, который получил папское благословение на проведение этой миссии. Венский крестовый поход начался в 1147 году и продолжался около двух лет. Во главе крестоносцев стояли Генрих Лев и другие европейские правители, такие как король Конрад III и король Швеции. Во время похода были совершены многочисленные насилия и разрушения, хотя главной целью было распространение христианства. Венды были подавлены, и многие из них были принуждены принять христианство. Однако, несмотря на победу крестоносцев, Венский крестовый поход не принес долгосрочных результатов. Венды продолжали сопротивляться христианскому влиянию и сохранять свои языческие обычаи. Это свидетельствует о том, что использование силы и насилия не всегда приводит к желаемым результатам. Таким образом, Венский крестовый поход был организован католической церковью и европейскими правителями с целью принудить Вендов принять христианство и укрепить христианское влияние в регионе. Однако, несмотря на победу крестоносцев, поход не принес долгосрочных результатов и не смог полностью изменить верование Вендов. Это важный урок истории, который показывает, что сила и насилие не всегда являются эффективными методами распространения веры.